В рамках единого дня ГТО Щелковского муниципального района сразу несколько школ собрались на стадионе УСК Подмосковья, чтобы завоевать заветный золотой значок. Церемония открытия соревнований началась с минуты молчания в память о погибших. Выполнение нормативов ГТО проводится с целью вовлечения учащихся заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Что такое ГТО? Это готов к трудовой обороне. Не только труд, но и оборона. Наши государства должны иметь сильных, здоровых граждан, для того, чтобы они трудились и, самое главное, защищали нашу Родину. Поэтому дети с измельства должны приучаться двигаться, шевелиться, вырабатывать все навыки силы, выноса, ловкости и скорости. Я пришла сдавать ГТО, хочу получить золотой значок и когда вырасту, хочу еще раз перезадать на лучший экземпляр. Всего в соревновании приняли участие 300 ребят из 9 школ Щелковского района. Школьники попробовали свои силы в таких дисциплинах, как прыжки в длину, бег на 30 метров, челночный бег, отжимания и других. К участию были допущены дети с 9 до 12 лет. После почетов результатов лучшим вручат золотые значки, а также серебряные и бронзовые. Все ступени по возрастам у нас проходят сдачу Дорума ГТО. У нас есть целый календарный план по сдаче Дорума ГТО. Мы стремимся к результатам в первую очередь и к эффективному подходу к этой работе. На сегодняшний день мы видим, что результат есть и мы надеемся, что все ступени, особенно ребят в губернаторских школах, Дорума ГТО сдадут и дадут только на отлично. Хотелось бы призвать, чтобы инициативу, такую замечательную инициативу детей, поддержали их родители, бабушки и дедушки. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО для всех возрастов, вплоть до 70+. Мы дадим нас золото! Вместе со щелковскими школьниками приобщались к спортивному и соревновательному духу Мария Буржинская, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо! Спасибо! Спасибо!